Всем привет, друзья мои, с вами Кухня с Акцентом. И сегодня я покажу вам очень интересное, невероятно вкусное, легкое блюдо. Это хотяпури на шампурах. Поверьте, ничего легче сделать, чем хотяпури на шампурах, нет. А приготовить просто так легко. Я знаете, чему удивляюсь, что на постсоветском пространстве почему-то многие об этом люди не слышали. Это удивительно, при том, что в Грузии его достаточно часто готовят. А что нам нужно для этого? Я максимально для вас упростил рецепт. Реально то, что любой из вас прямо сейчас может заскочить в магазин, поехать и пожарить хачапури. Чтобы сделать идеальный хачапури на шампуре, на углях, нам нужно слоеное тесто. Смотрите, какой момент. Можно брать дрожжевое, недрожжевое. Я пробовал из обоих, и отвечаю вам голову, из обоих получается прекрасное. Вообще, недрожжевое лучше. Но, какое у вас есть, такое используйте. Потом, следующий вариант. Точнее, момент. Это, конечно же, сулугуни. Смотрите, опять таки. Подмечаю, если у вас нет сулугуни, я пробовал сделать хачапури на шампуре из твердого российского сыра. Из него тоже прекрасно получилось. Конечно, из сулугуни идеально лучше намного. Но, что есть, то и используйте. Я максимально упростил для вас рецепт. И поверьте, что так оно тоже супер идеально получается. Дальше, что нам нужно? Конечно же, сметана, столовая ложка и яйцо. Размешиваем друг с другом. И потом мажем хачапури, когда они, знаете, на углях-то вкусно жарятся. Но, если этого нет, опять таки, друзья мои, жарьте без этого. Все равно и на вид, и на вкус супер. Особенно, знаете, когда там поехал шашлыки жарить на природу. И два, три, там, четыре шампура, жарюсь еще и хачапури. Просто и невероятно вкусно. Знаете, шашлык, тут хачапури пожарили на шампуре. Ну, в общем. Кстати, мы сегодня тоже, знаете, хотели на природу поехать. К сожалению, столько дел, что не получилось. Сейчас бежим к родителям, чтобы записать для вас этот рецепт. А это стоит лайком. Вот именно для вас мы сегодня встали и куда-то едем, чтобы записать для вас видео. При этом я специально упростил рецепт, чтобы вам было легко готовить. Согласитесь, хотя бы лайка, да это стоит. Давайте сейчас поедем. На месте я вам все покажу, насколько это просто, легко. И поверьте, вкуснее хачапури вы в жизни не ели. Что ж, друзья мои, сейчас я вам покажу, как нужно нарезать сыр, чтобы он был вкусным. Смотрите, в Грузии достаточно часто делают крупные куски сыра. Для меня это невкусно. Почему потом чувствуется только сыр, когда ты хачапури кушаешь. Мы сделаем сыр чуть поменьше и будет чувствоваться и хрустящая корочка, и сам сыр тоже. Шириной примерно 3 сантиметра. Отрезаем кусочек сулугуни. И опять 3-4 сантиметра. Режем чуть побольше уже, сантиметров 5. Вот так. Вот смотрите, вот этого уже на один шампур достаточно. Насаживаем его сразу туда же. Смотрите, для того, чтобы хачапури ровный получился, как только порезали, вот ровно вот так же надо его на шампур потом насадить. Хачапури будет ровненький. Смотрите, друзья мои, больше не делайте. Почему? Потому что хачапури потом, смотрите, тут тесто еще добавляется, чтобы вы знали, с каждой стороны по сантиметру 3-4. Чтобы он свободно помешался на мангал, чтобы края там не задевали и так далее. Вот этого достаточно. Тут 1, 2, 3, 4, примерно 5 кусочков. Друзья мои, у вас мог возникнуть вопрос. Зачем надо резать кусочками сыра, если можно взять его вот так и целиком насадить на шампур? Дело в том, что если вы попробуете его вот так целиком на шампур насадить, он обязательно у вас развалится, насколько бы тонким не был шампур. Я вас предупредил. Так что вы можете попробовать, но я должен был это вам сказать. Давайте сейчас посмотрим, как накрутить тесто на такой шампур. Отвечте тесто шириной примерно сантиметров 5-6, ну может 7. Сейчас раскатайте его в длину. Друзья мои, очень важный момент. Тесто должно прилегать к сыру очень плотно. Запомните, если этого не сделать, то потом начнет, когда сыр плавится, то он начнет из-под теста вытекать. Это будет некрасиво. Поэтому, смотрите, рукой придерживайте первый слой. Так, чтобы вот концы закрыть. Закрыли концы плотненько из теста. И продолжаем вот так красиво дальше накручиваем. Накручиваем так, чтобы оно плотно прилегало к сыру. Это очень важный момент. В конце руками отрываем лишнее и запечатываем концы. Друзья мои, как только вы положите хачапури на мангал, надо постоянно без остановки переворачивать. Они могут сгореть буквально за секунду. Что бы вы понимали, тесто очень тонкое, друзья мои. Поэтому хачапури будет готов в любом случае. И наша главная цель сейчас сделать все возможное, чтобы они у нас не сгорели. Так, резко и часто переворачиваем. Вот так, вот так. Друзья мои, деревня, огород хачапури на углях, огурцы и помидоры собственного огорода, я вам честно скажу, это то, что не требует вообще никаких комментариев. Поверьте, это чудо. Короче, слава только испортят здесь все. Так что, приятного вам аппетита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok